добрый день я сегодня хочу опять таки поднять вопрос ну как бы тут нам такую предъяву сделали что дескать и вот вот и это опять таки тема двух генералиссимусов да я там рассказывал как борис миронов это бывший министр печати ельцина вот пытался слить кровь александра суворов и крым передать бордеровцу турчина у или кептельман там у неважно кому там сейчас я по другому вопросу тут вот товарищ из германии тут сделал такую заяву что вы ему сами но это и не не вот сделала как зомби ходят и все повторяют вот эту демагогию крабчука о том что якобы мы чуть ли не сами проголосовали за развал государства когда ельцин организм организовал вот это голосование на референдуме когда российская рф российская федерация провозгласила свой суверенитет я хочу объяснить вот это знаете каких-то проходимцев про щелык запутать нас в элементарном юридическом вопросе и я думаю что глупый коммунист кравчук не знаете при всем желании не смог бы разобраться в тонкостях юридических вот этих вопросов а я расставлю что все это демагогия очень даже просто вот любой даже не профессионал поймет во первых давайте вернемся с того что момента что все законодательные акты выездные коммунистами начиная с майдана 1917 года после их разгона учредительного собрания никакой законодательной силы вот как было российской империи так она и осталась и собачья это кличкой ссср незаконно но давайте все-таки станем на сторону вот даже с точки вот этого кодла большевистского как это законно было или незаконно но давайте тогда немножечко рассмотрим такой вопрос уж если даже так говорить в основном там вопрос что у ельцина где-то там промелькнулась что россия объявляет себя суверенной республикой а потому где мы автоматически распустили союз и все все вот эти 15 руководителей кпсс не иуды это какие-то хорошие люди но давайте немножечко вот я хочу напомнить может быть у кого-то маразм там или в германии или еще где-то мили бандерлянди у нас там маразма нет даже с точки зрения вашей с ним рассуждать вашу убогой дебильной большевистской точки зрения где вы большевицы большевики бандеровцы сливаетесь в этот гнойный вонючий симбиоз так я вам с точки зрения вашей докажу что вы преступники и сепаратисты и кто угодно как вы там других кличке вот дело вот в каком чем 17 марта 1991 года горбачок проводит референдум где объявляется где люди голосуют за 70 процентов как за союз за союз суверенных суверенных государств вот так это голосуется вот то есть союз приобретал вот такую форму странная форма но прямо говорится воля что союз должен существовать такова была выражена никто не конечно горбачев не посоветовался мы бы ему сказали ты дебил думай хорошо последствия как мой могут истолковать враги россии злобные они так вот бандеровец кравчук так и истолковал но вот как бы с нами же не советовались до коммунисты решали вот эта банда которая пришла майдану 17 но даже с этой точки зрения вот надо вам понять всем что хитрых хитропоповцам что вот этот референдум он никого не они никто его не отменял и вот чтобы его отменить даже с точки зрения надо проводить второе референдум об отмене этих решений вернуть сейчас сообщу саса состава единого государства ну как вот ссср там было и проводить вот референдум и вот если как чехия чехословакия решили разойтись совершенно добровольно вот тогда можно и говорить о чем вот я хочу сказать причем на что ну к ельцин который проводил референдум почему жители россии там проголосовали и а на чем шла агитация там же за особо то никто и не вчитывался ну так особенно кравчук что суверенный уцепился я хочу отметить какой вопрос дело в том что вот на этих партийных съездах ельцина вот все эти вот коммунисты из окраин там працгаускас ну вот эсэсовцы коммунисты и бандер они все начали мать моя суверенитета моя суверенитета моя суверенитета мне не додали хотя в латвию литву фигачили столько ресурсов что не приведи господи вот и бандеровцев кровчуков нет то тоже не обижали вообще то есть и часто это дело в ущерб россии новосибирск там сибирь там вообще новосибирска центр сибирь добывает нефть там алмазы фигачит фигачит в этот союз и как в прорву вот это там в польшу там 18 раз дешевле коммунисты правда это естественно что у людей это вызвало эмоциональный какой-то протест что а русских вообще-то мне говорилось что вот такая то это ленин так долдони что россия термана родов вот о чем шла там речь и второе и люди проголосовая голосовали за вот предложенную формулировку ельца в смысле того что россия хотела бы также иметь права какие-то в составе этого союза потому что русский прав никаких ними вот и все поэтому и появилось это слово суверенное нет и даже вы знаете этот документ ельцина он не стоит вообще ломаного гроша он не прошел никакого обсуждения формулировки его не обсуждал вот как подсунули людям так и все я хочу сказать и также вот эти референдум который бандерляндии впоследствии провели его же никто не проверял мой отец очень хорошо рассказывал как коммунисты он был в избирательной комиссии и вот стояла пачка листов говорят а вот петр григорьевич вот не явились тут несознательные граждане он горит ничего я сейчас за них проголосую и зашвырнул это все в избирательную урну вот и все вот вот и цена вашего голосования вот все цена вот вот и ну вот единственное конечно вот голосование потому что государство будет все-таки единое как ну которое 17 марта 901 было однозначным что союз должен существовать ну назовите его хоть и союза суверенных хоть даже не хоть независимых государств но да когда какое угодно но раз стоит в референдуме раз он не отменен значит последующий референдум должен рассматриваться и быть встроенным в предыдущий референдум это понятно для балбисоида это так все законы они так все увязывать ты не можешь взять вырвать один закон и толковать его как тебе угодно как тебе удобно какому-то там проходимцу к кравчуку или там кучме неважно а ну я беру абстрактные фамилии первое что в голову пришло вот и вот скажем для примера просто вот и соответственно все эти потуги напряги все это все это обман стёб вообще вообще давайте немножко вспомним действительно вот вчера включился зомбоящик сандеповский да и открыт музей ленина то там ну ценно то я значит вчера киселев заливался соловьем какая пассионарная личность всемирного масштаба знаете во первых ленин не такой был как его рисуют фильмах киселева вот эти все пропагандисты а вот на самом деле вот это был маленький вот такой корявенький человечка вот мозг его был меньше всех медицинских норм поэтому медицинские нормы нормы пришлось пересмотреть он был поражен сифилисом об этом говорили говорили на кафедрах и и вот не то что но иногда это не признак что-то обязательно мозг мало или леньки но он может быть ему страшно эффективный как еще качество мозга вот всякая жизнь не бывает хотя тенденция что у великих ученых у политиков маленькие мозги когда смотрели а у ученых большие вот это вот как бы их коробит а и поэтому этот вопрос замалчивается вот но я хочу сказать вы посмотрите вот этот как бы как бы вот такой момент хотел бы заострить вам вот вы посмотрите его действие тоже действие полудурка дурка конченом что вот он хотел там то он хотел он был независим от германии что он какой независим чего вы горбатого то лепите киселев вы извините все его действия начиная вот он даже уже германия капитулировал а он продолжал выполнять весь заказ германии что германия ему денег не давала что это сочинить ну ну и значит германии были дураки генералы до любендорф и прочее прочее они не стали значит давать деньги явно в виде видя что они проигрывают войну и вильгельма значит записки вильгельма на этот счет имеется до что надо обязательно дать ну вот допустим что они вильгельма там не послушались и все такое и и получается что они идиот как это не дать едут такие враги которые горит развалить тюрьма народов это же подарок судьбы это же надо и как бы использовать все на немецкий не дадим денег не не заручимся гарантиями а уху аху не встречался с парус допустим что встри все встречи по по проходили через радыка это что-то там меняет теперь смотрите дальше мало того что он вот заключил бритский мир ну ладно я там потери утопил флот отдал миллион квадратных километров и все но он же не успокаивался он же германия начала на наступление на париж немедленно и что ли он казалось бы ну все успоко нет он шлет своих эмиссаров и пакость такая чтобы разложить русский экспедиционный корпус ну не получилось а остановил русский экспедиционный корпус за 50 километров от от парижа а ведь иначе могло бы все кончится и катастрофы а россия вот капитулировала бы франция капитулировала бы англия а россия без флота без армии без всего вот вот чему вел этот это 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 существо я даже и ну и чего он на этом беспокоит нету по господи он с парусом независим да а у паруса были интересы в турции от турцию начала громите без нас и без антанты греции кто бросился на помощь владимир ильич конечно дал оружие денег голодающей стране прекрасный независим пример независимого самостоятельно мыслящего и все чтобы он не делал все делается вот делалось в интересах германии и ни разу он не сделал и а к с кем пошли все сделки по заказу паровозов когда у нас были великолепные специалисты у нас было производство вместо того что мы может быть закупить оборудование там пятое десятое с германии подошли кто дал импульсы для так сказать сорок первого года куда потекло золото в германию оно потекло и вот нас старается уговорить что вот это вот все было супер легитимно что супер легитимный лидер пришел и вот надо слушаться все что эти балбесы по написали и как они нас как что они присвоили великой россии собачку кличку ссср я хочу как бы вот вот это ну я буду еще останавливаться на это просто так вот ее не изложишь в один в одну передачу потому что а вот какой момент я немножко упустил и сейчас вам хочу давайте немножечко ну наверно вы читали записки этого сумасшедшего человека урода я другое условие что пока вот как раз мертвый валяется по что кругом голод холод кругу вот сейчас так как раз удобный не то что там отнять церковные ценности чтобы продать там их куда-то а как раз вот убить священников как можно больше как можно и это и это есть мисс легитимность да давайте другое его цитата вот как раз в этом чуханом свинячем музее там ну как я не против того что эти документы сохраняются это ценность но просто там чуть ли вот как вроде вот вот знаешь как это величина ну давайте посмотрим какая скотина могла такое написать что надо срочно мобилизовать там еще двадцать тысяч там в питере по моему этих красноармей рабочий а также а также десять тысяч буржуев но буржуями они считали же как вот врача боткина убили то верно сказали ипатьевском доме буржуй то вот понимаете и вот врачи там учителей вот ну вот может быть более-менее какой-то ну состоятельный немножко имел там все равно у них буржуй у них лошадь лишняя кулак буржуй да вот и значит надо вот эти двадцать тысяч должны погнать на деникина вот этих людей и организовать таким образом напор а как бы денекинские офицеры они должны из человеколюбия не стрелять а красный вот таким способом ворвутся но они будут видеть что гонят женщин там женщин мужчин да там вот толпу в десять тысяч до раз они идут и эти уроды да и типа бандеровцы да и типа бандеровцев джугашвили в царда и стреляют как бы не побежишь дать ситуация вот вот на на что рассчитанным то есть а или у деникинских офицеров у деникинской армии или вот и мы сейчас ворвутся в окопе или им надо стрелять по своим же гражданам вот вот это не падаль которая способна на любую подлость то я хочу сказать вы что-нибудь такое у деникина там читали чуть такой нет нет да и никогда не прочтете а вот я хочу сказать вот в этой связи а какой можно и легитимности вот этих что по написали что понатворили эти существа вообще вот эти люди прости господи вообще говорить все всего доброго поэтому я хочу сказать не слушайте никого не партий с этими референдумами давайте не давайте не дадим себя как-то дешево какому-то Кравчуку каким-то этим 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 эсэсовским эсэсовцам этим из прибалтики там из этой кому-то нас там обмануть но еще там знаете пускается что вот эти прибалтийские страны вот они пытались как-то бойкотировать а нам пофиг ну не хотели пришли не хотели не пришли но референдум состоялся и знаете если кто-то там не пришел нас это не колебли вот по факту просто 70 процентов населения это даже с учетом тех кто вообще не пришел на референдум вот проголосовали за значит и не о чем говорить это по любым нормам законодательства так что иначе как преступники но почему мы скажем не применили силу да не только потому что там ельцин там был там еще вот фрукты там а ну потому что действительно ну как чё бобить киев что вот как сейчас вот эти вонючие ублюдки по вот эти потомки полицаев бомбят донецк мы что должны были послать туда с фосфорными бомбами и мы понятно что были просто это было дикость отсоединение украины белоруссии это было дикость но решать какими-то военными у нас даже ни у кого мысли не было там пойти там замочить там всех там как как кептельман там орала в телефон спалим всех ядерных оружием утопим крым и тому подобное а и вот о легитимности этих тварей вот на на стороне вот всего всего этого собой гамора сейчас у нас как раз господин министр бывший министр миллионер борис миронов на на здорово здорово который позиционировал себя таким таким патриотом так он был против навального а теперь друзья с навальными всего доброго